Именно эта Лобинская автоколонна в случае мобилизации должна стать точкой сбора транспортных средств. Здесь автомобили проходят полный технический осмотр и их оценивают специалисты. В случае пригодности уже отсюда они отправятся в части российской армии. Главным совмещенным пунктом сбора транспортных средств в Лобинске является автоколонна 1197. Именно здесь и прошла первая часть занятий. Главам поселений показали все стадии технического осмотра. Ведь транспорт, поставляемый в армию, должен работать безотказно. Техники проверяют все от работы двигателя до тормозов. После всех стадий проверки авто специальная комиссия устанавливает стоимость транспорта, после чего Министерство обороны хозяевам выплачивает деньги за этот автомобиль. Мобилизации подлежит грузовая техника, автомобили повышенной проходимости и тяжелые мотоциклы. Причем хозяин транспорта, если он военно обязан, отправится часть вместе со своим авто. Об этом главам поселения рассказали в первой части занятий. После чего все они переместились в станицу Засовскую, где им подробно рассказали, как правильно проводить мобилизацию местного населения. Раз в полгода мы проводим с администрацией занятия и показываем, как пункты сбора техники, пункты сбора граждан, участки оповещения разворачиваются, и на них принимается мобилизационный людской и транспортный ресурс. Поэтому никаких приказов мы не получали, мы работаем планово, согласно программе 2014 года. По словам военного комиссара, различные занятия и учения будут проводиться в районе и в дальнейшем. Ведь, как сказал в свое время Александр Суворов, тяжело в учении, легко в бою. Алексей Карпов, Игорь Исаков, телекомпания ЛАБА.